Христе Сыне Божий, помилуй нас. Ну я каждый раз поясняю, что зашли к нам Колесникова Николая и Анна и попросили создать такую тему «Вопросы, пожелания и события дня». Ну а дальше я постарался задавать вопросы. Уже у нас получается на воскресенье начальник, сегодняшнее воскресенье 20 декабря, восьмая беседа. Вот попутно тут какие мне задают вопросы. Почему вы не священник? Ну я отвечать не стал, а тут появился материал, мне его скинули. Оказывается, вот так только стоит зарядить, вот оно как выглядит. И этот ответ я уже давал. То есть вопросы, когда их много отвечено, они как-то повторяются. Вот это видно. Ну и вот теперь надо посмотреть, какие поступили известия через наш форум. Так как люди заходят не на форум ВКонтакте, их переносят, но я стараюсь, чтобы все, кто желает, чтобы быстро ответили, заходили на наш форум. Я сейчас покажу, как ты их придумали, и опять вернусь на форум. По-русски-то заводить форум Игнатия Лапкина. Этого достаточно. Давай, прочитать. Уважаемый Игнатий Тихонович, кто, да, да, да. Спаси Христос, и вас, и Никиту, и Владимира за подробный ответ на вопрос о ежедневном семикратном молитвенном правиле. Не ожидал, что уделите время. Всякий раз удивляюсь вашим твердым жизненным устоем и упорству характера. Вот он зашел второй только раз. Уже подмечает что? Твердым, жизненным, тому проще. Я так даже не считаю, но я очень ценю свободу совести. Никак не надо отвергать это. Это естественно, что у нас опасности, у нас будут враги, клеветники, и это необходимо для ковки характера. Как Ян Златоуз говорит, вот вышел бы борец, а никого бороться не с кем. Ну какую он награду получит? Ну а какая награда-то? Никакой награды и нету. И вот он это, как бы, эту тему затрагивает. А не нам не необходимы эти люди, которые что-то противоречат и прочее. Что там еще? Тут бывает, руки совсем опускаются в земном пути в полном трудности. Но вот у вас жизнь была намного труднее рядового современника. Душеполезный вопрос вот в чем. Как претерпеть до конца и веру сохранить? Где силы для молитвы черпать в стесненных обстоятельствах, представляющихся нам безвыходными? Окажите милость помянуть в молитве раба Божьего Михаила о телесном и душевном здравии его, дабы, будучи созидаем силой Божией, мог бы он быть доброй главой супруги и чадом своим. Какой тут рецепт дать, кроме того, что в Евангелии было? Отвергнись с себя, возьми крест, следуй за мной. В этом все. У нас сегодня рассуждали как раз на занятиях. С чего начинать с каждым беседовать? Начинать нужно со страха Божия. Притча Соломона 1.7. Начало мудрости. У человека животный страх за свою жизнешку трясется или он думает о вечности? Когда думают о вечности, это Божий страх. Ну и поверить кому, что как избавиться от ада, как спасти свою душу. Простыми понятными словами. Не надо там заумничать где-то. Я сегодня слышал тут, говорил человек один, проповедь, что люди едут его в Иерусалим, встречаются там, приезжают и рассказывают другим. А дальше перечисляют. Серафим Саровский ни разу не был ни в Иерусалиме, ни на Афоне. Сергий Радожский ни разу не был в Иерусалиме на Афоне. Тихон Задонский ни разу не был. Это Андрей Ткачев сказал. Я посмотрел это. Однако они, говорит, достигли каких высот? Ну, каких, чего я не знаю. Но путешествующие, конечно, там бывают. И можно ли что-то оттуда принести, я ответить не могу. И у меня были приглашения бесплатно. С Греции приезжали люди и меня приглашали. Чуть ли не оплачено было. Ну, вот в Америке тут уж пришлось ехать. Там оплатили, конечно. Вот. Ну, и что бы я делал там? Это торчать где-то в аэропортах, лететь, опасность, дальше жить где-то все чужое. Даже вообразить не могу. Никогда. Поэтому я сторонник сидеть спокойно. А если уж двигаться, двигаться только для благовестия. Больше ни для чего. Не любопытничать, не терять силы на что-то где-то. Вот мы раньше работали в мостопоезде 140 в Барнауле. У нас бесплатный билет был в один конец страны. Ну, мы как один конец, понимали. Ну, нам нужно больше проехать. У нас родители жили во Фрунзе. Ну, недалеко от Фрунзе-то. Мы делали так, чтобы Фрунзе попало. Оттуда дальше на Ташкент пересекаем Каспийское море, Баку, Грузию. Это в один конец мы едем, что. Ну, а дальше захватываем Украину, Эстонию, Прибалтику. Это все в один конец едем. Потому что был Советский Союз. Ну, а дальше там мы уже от Санкт-Петербурга от Ленинграда поворачиваем домой. Это у нас обратный путь такой. И тут давали нам такие билеты. Ну, потому что мы железнодорожники считались. Работали как. Ну, так мы-то ехали группа 6-8 человек и приезжаем в Москву и останавливались у Михаила Федоровича Гордеева. У него. И один человек сразу садился за телефон. Я помню, беседа была столько народу у нас. Сколько мы дней останавливаемся где. У нас народ идет и идет. Собрание назначается в одном месте. Через два часа в другом. В третьем где назначаются. Там такие были у нас события. Ну, это Михаил Федорович знает что-то, как мы у него были. И вот беседуем и люди-то интересуются. А вы откуда? Как откуда? Я из Москвы. Из Москвы? А вы откуда? Я со Сретенки. А я около сокола живу. Начинаю. Вот это да, говорит, с Алтая приехал, чтобы нас, говорит, свести и породить. В одном городе не знали. Но это так-то интересно было. Ведь мы 6-8 человек сюда ездили. Вот. Где-то там наши ночевали, а я с Михаилом Федоровичем в одной комнате был. А жена у него, Люба, была. Она говорит, он в свою комнату, говорит, моих родственников никого не запускает. А когда я приезжаю, он одеяло на пол стащит и на полу лежит, а я на диване. Никого, говорит, он так не любит. Вот были какие дела. Ну, помогает. У него машина была. Он имел право въезда на Красную площадь даже. Водовозка обмывать, брусчатку. И как мы там покупали пленки эти, катушки, лента магнитная. Вообще, вот даже один магазин где-то там прочитали Шапово, и какая-то там наша приехали. Большие ящики. Первый раз я видел такие ящики. 100 пленок. Их вдвоем поднимают. Вообще, у меня глаза разбежались. Ну, денег не хватило. Мы взяли там ящиков, допустим, 10. Деньги-то огромные были. Ну, не хватило. Пошли, плати деньги к директору. Ну, ящик никуда не продавайте, что мы его весь возьмем. Он говорит, а что продавать-то? Берите его. Так у нас не хватает. Ну, принесете. Первый раз нас видит, принесете. А потом говорит, а для чего вам они нужны? Телефон звонит. Вот рядом сижу, не слышу. Говори, отец Ан. Добрый вечер. Добрый, добрый. Как самочувствие? Как вы говорите? Да слава Богу, милостью Христовой и вашими молитвами. Как это все за собаки на вас нападают, а вкушают вас? Отец, это необходимо. Они нападают, а мы молимся и благодарим Бога. Ну и что из этого? Нам это необходимо для пользы, чтобы мы не закисли. Ну, что там пишут, и батюшку сейчас захватили, и против его, и там кто написали. Ну и что? Батюшка сказал, ничего не разговаривайте, через две недели я вернусь, у меня документы есть, а мы тогда побеседуем. Вот и все. Им главное свалить батюшку, разрушить общину, больше ничего не надо. Ничего. Так главное теперь удар-то на него. На него, что от Илариона бумага пришла, он нас знать не знает и прочее. А эти тогда вы никто, у вас нет епископа. Ну, нету и успокойтесь, ну, нету и нету, и что? Во времена, когда в 27-м году вообще епископов не было, опоминали, кто в заключении был, нигде, ни одна община никуда не входила, и все спасались. Одни Агафангела поминали, другие Петра Полянского, Третья Иосифа Петербургского. О, что они там делают, как они поносят. Ну, понимаешь, я рад просто, что они свои силы тратят на меня. Другие люди отдыхают. А она мне так, старого быка, еще больше бьет, шкура толще. А караван идет. Да, да, да. Ну, знаешь, отец Иоанн, события такие надвигаются, они не бесчувственные. Будет не до меня в самом скором времени. Не до меня. Каждый будет, говорит, постель будет слишком коротка, и одеяло слишком узкое, чтобы завернуться. Как пророк об этом говорит. Вы, как сказали, заканяете больно от этого. Да. У вас вам крепость и силы полочек воды. Да. Я рад. Я рад. Я не так могу, понимаете, сказать, не огневайте. Да ладно, ты не оговоришься никогда. Я же люблю тебя. Зачем ты мне это говоришь? Все. У меня противно, когда слышишь, что в фотошеме на метрохолита находит охране лица всех. Да, 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 да. Они никого не щадят. Ну и что, пускай они делают свое дело, а мы свое. Мы сегодня провели собрание, занятия, пообедали, на благовестие сходили, ребята. Но они нам никто не мешают никак-то. Ну, только чувство внутреннее пытается тревожить. А если я благодарю, у меня и сон хороший, и аппетит не поправил. Все, все, спаси Христос. Да, Отец, мы каждый день воспоминаем молитву. Да что ты не знаешь? С Богом. Спаси Христос. Всем, всем, всем передай привет. Всем. Батюшкин друг из города Тула. Ну ладно. Вот я стал говорить, что сюда входит как. И мы были в Москве. И как Господь собирал людей. Дальше едем в Эстонию, в Молдавию. С баптистами встречи, с пятидесятниками, с православными. Я никогда не забуду, как было в Москву. Я приехал, и в одну ночь, как кажется, день, три епископа тайно ночью пришли, чтобы разрешить вопросы свои. Это чего-то означает или нет? А сегодняшний набирает, нападает, которые их назвал, это Степаненко, это щенки. Они во внуки, говорит, годятся. Хамье. А хамелое совершенно. Они жареную рыбу в пост едят. Я насмеюсь над ними. Ну, сказал он. У него ничего за ним нету. С кем бороться? Зачем нужно? Ему нравится это нападать, нравится поносить. Он не может другим быть. Это сама система их такими делает. Система, где они находятся. А мы не находимся. Там мы свободные. Великий дар обладают. Сегодня так опоминали. Ельцин какой бы ни был, он никого не преследовал. Вот и весь освет. Дальше. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Это Станислав Воронков. При разговорах по скайпу сейчас вас вообще не слышно. Только рот раскрывается и закрывается. Неужели 440 тысяч рублей на дорогу по Теряевке нашлось, а 100-200 рублей на дешевый компьютерный микрофон не нашлось? С уважением, Станислав. Ну, не так. Микрофон. Вот он, микрофон. Это мне купили новый. Это он хороший. Ну, если бы не слышно было бы, ну, все бы не слышали. Ну, слышат же остальные. Я включаю друзей, спрашиваю, может быть, надо проверить у вас там? Мало ли что бывает. Ну, еще их каждый день покупать микрофоны. У меня глазок, конечно, не такой хороший, как у Олега Попова. Но он получил книги. Вот. Видишь, какой он? Ну, это тоже купили. Тут во всем поучаствовал Сергей Козлов, парализован. Ну, удивительный человек. Иконописис. И, ну, деньги тратят. И купили там мне по терабайту два диска, чтобы все записывать. Ну, и дальше. Вот появляется человек. Я тут что-то отвечал. Кому? Игла, благодарю. Ну, вот в чем дело. Спрашивай других. У них слышно все. Слышано все. То есть я ответил. Ответил, а теперь администраторы послали ему туда-обратно. Это кто? Николай Филатов, Харьков. Добрый день. Вас также с праздником. Спасибо за житие. У меня есть к вам такой вопрос. Есть ли такие ответы, которые баптисты могут поколебать в вере и подвигнуть к православию? Какие-то определенные вопросы. Только один. Я тоже ему ответил, должно быть. Это вопрос о церкви. Что такое церковь? И о священстве. Это два вопроса. Очень, очень полно отвечено. У меня на сайте. Я покажу даже видео. Смотрите, я сейчас вывожу наш сайт. Вот он где. Вот это во свете Библии православный библейский сайт. И вот здесь есть к истинному православию. Вот книга раскрыта. Я в нее уткнул. Ну а теперь надо смотреть, где от церкви. Вот она, церкви. Вот я открыл. Вот тема о церкви. Церковь есть от Бога, установленное общество христиан, соединенных между собой одной православной веры, одним законом и так дальше. И так же о священстве. Вот сюда зайдите, на наш сайт. Это на книгу к истинному православию Игнатий Лапкин. Зарядите. Во свете Библии тоже. Зарядите сайт. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. И оно откроется. Давай сюда. Да. Дальше что? Алексей Куракин. Мир вам. Можно спросить, кто такой юродивый? И еще. Кто такие насильники? Насильницы. Спасибо. Так вот, 316 страница. Я перехожу. Там должно быть уже отвечено. Еще вопрос, кто? Алексей Парфентьев. Спасибо, Игнатий Тихонович. Видео потерявки я давно уже видел. У меня очень много скачанных ваших роликов. Начал читать вашу книгу к истинному православию. Если будут какие-то вопросы, запишу все на бумагу и позвоню вам по скайпу. То есть он заявил о себе, что он такой вот есть. И он нуждается в этом. Ну дальше будет видно. Вопросов-то нет. Ну благодарю. Как его звать? Алексей. Алексей. Дай бог вам силы. Видишь, какой мускулистый парень. То есть там горы какие-то у него. А тут кому я отвечаю? Николаю Филатову. Ага. Об аптистах. Можно вопрос только задать, поставить их в тупик? Ну-ну-ну. Я отвечаю тут. Ну я ответил. Вот как ответил, так и тут отвечено. Вот интересно, когда я спрашиваю людей, вот вы отвечаете, у вас откуда ответы идут? Ну это так и есть. Я говорю, а почему вчера я задал, и сегодня ты по-разному отвечаешь? Я многим говорю, они не могут ответить на следующий день, как сегодня отвечали. потому что с бухты барахты. А вот я отвечаю, написано уже один к одному. Дальше. Там ответ Куракину. Еродивы по-русски придурковаты, не в своем уме. Насельники-жители. Все. Просто понятно. Придурок. Больше ничего не надо. Дальше что? Случайный прохожий. Игнатий Тихонович, мир вам. На своем сайте Антон Дулевич, с которым вы недавно общались, выложил письмо митрополита Илариона, в котором говорится, что вы уже не принадлежите к РПЦЗ, и ваш брат не имеет благословения на служение. Пожалуйста, проясните ситуацию. Не надо прояснять ничего. Вам это и не нужно. Батюшка, я принес его материал, а тут скачал. Он говорит, две недели не трогать, я через две недели вернусь, представлю какие-то документы. Вот ждите. И отвечать некому. Дулевич какой-то из Тувы, да я его, говорится, в упор не вижу. Ему что, нравственность нашей общины нужна? Он вовек не знает. Я по виду только глянул, но никакой. Я отвечать некому. Чего отвечать-то? Просто глаза злобные такие, кричит. Он во внуке мне годится. Хам! И что я ему буду отвечать? О чем? Даже говорить не о чем. И вот он там, Илариону сказал, все это пройдет, ни Илариона, никого не будет. На суд Божий предстанем. Вот о чем надо думать-то. Ему это надо, он понятия не имеет. Дальше. Все это, да? Да. Ну и все, нет. Сегодня хотели мы это обсудить на собрании. Батюшка сказал, я уезжаю там прищищать людей в городе из нашей общины, болящих, исповедовать. Ну, через две недели будет он представить документы. Все. Иларион сказал, ну и сказал, что мы знаем, Иларион, это прекрасный человек, добродетельный. Нам многое неизвестно, что там за кулисы. Это что, что делает. А Иларион, это Путин сделал. Путин. 360 точек сразу одновременно своих, за рубежом, вот это как-то соединение называют. Это невиданный успех для КГБиста. Это не ЦРУ, никто такого не добились, как он. Все туда, а там в каждой свои сексоты могут быть, все узнавать и такая информация. А к религии, к вере, так во Христа имеет это толщение? Нет. У вас и не поминается это. Ну, он выстоял еще. Наплевать да забыть. Он через год никто и не вспомнит. Один год только пройдет и ничего этого уже не будет. Мы на одном месте не стоим. Движно вперед. Дальше Петр Боев. Вот, священник какой. Игнатий Тихонович, как вы удивительно быстро и спешно сделали выводы. Мне даже передачу уже показали, где вы обсудили и даже осудили. Да. Вы, не зная меня, уже вынесли осуждение. Сначала надо все же постараться лично пообщаться, а потом делать выводы. Ведь Господь говорил, что сначала наедине, а вы сразу публично это совершили. Вот. Он вышел публично с протестантами. И я публично не ответил. Больше ничего не было. А где бы я его шептал? По телефону звонил или как? Не было ничего. Я тут сейчас ответ прочитаю. Что дальше? Ит-Идис. Видишь, как вот Идис. Кому отвечать? Какие дисы? Ничего не известно. Ни имя, ни фамилия. Вот стоит, смотрите. Известно. Петр Боев. Батюшка с крестом. Тут можно отвечать, разговаривать. Я ему сейчас отвечу. Что-то. Ух ты ж. Новый интернет-батюшки ютубные святители. Больше еще нет. Ну ладно, дальше. Алексей Матюшин. Игнатий Тихонович, благословен Господь Бог твой. Многим ты принес пользу. Своим трудолюбием, своей преданностью Богу храни тебя Господь. Вот так. Артем Македонский. Игнатий Тихонович, вы священник? У вас очень интересный форум. Спасибо за то, что нашли меня. Ответ. Это вас кто-то порекомендовал из друзей. Я не искал вас. Это ответил администратор от моего имени. Хотя я не знал. Но я не искал. Действительно. Тогда кому я отвечаю вот это? Петр Боев, священник. А священнику. Что я ему ответил? Вам неверно передали. Я того не говорил и не судил, а высказал свое мнение. Я жду вас на разговор по скайпу. Выбросите из головы, что я вас хотел обидеть или иной ущерб нанести. Повторяю, этого не было даже в мыслях. Жду, дорогой отец Петр. Заходите. С 3.00 до 17.00 по Москве. Ну вот и все. Я ему дал данные. Но я сказал, как они там встречаются с протестантом. Я говорю, так никого не обращают. И ты его не обратишь, а сам туда свалишься. Вот мои слова были. Потому что вот если сейчас сравнивать, поставить Евангелие, баптисты и православные, ну протестанты любое, да баптисты, даже говорить не надо, они наберут столько очков, в сравнении с Библией. Это православные проиграют. Я заранее говорю, я 53 года занимаюсь с протестантами. Но так-то так, почему вы не протестанты? Потому что они не церковь. У них нет священства. Нет епископата от апостольких времен. Только и всего. А во всем остальное, от рождения до смерти, у баптистов все лучше. Все правильнее, чем у нас. У них абортов нету, не курят, не пьют. Православные это мирские люди совершенно. Люди мира всего. И даже смотрел сегодня, храм открытый, там заходят, выходят, и стоит, проповедует Ткачев Андрей. Ну что, он не видит, что ли, заходят люди, какие женщины в брюках там. Ну кто бы, проходной двор, трамвайные пути. Ну все однако, больше нету. Так, ну тут можно сказать, немного прочитать, чуть раньше было. Вот это мы ездили на Благовестие, я стою тут, сфотографировался с ураганом. С нами собака была, она чемпион России, тогда она еще не имела этого звания. Биробиджан. Дальше что было у нас? Ну маленько так хотя бы увидеть. Людмила Абдулина, простите меня, я очень признательна, что дети пришли к Богу. Но дайте ей радости детям, улыбок, настроение, игр, веселье, ведь это детство. Спасибо за ваше отношение к детям. Она будто видела у нас, у нас невозможно остановить, какие там игры, то есть она не знает. Дайте детям, что там давать? Только колокол можно остановить, ударишь, тогда они несутся обедать. Отобедали опять, там футбол, сражаются, купаются до 5-6 раз в день. Раньше на лошадях, в воскресенье на лодках. Она даже не видела ничего этого. А что я отдам-то? Я пенсионерка. Могла бы вам чем-то помочь. Напишите свой адрес. Здесь я хожу в церковь. У нас город неплохой, обеспеченный, и на 100 тысяч населения построены три большие церкви. Простите, если чем-то обиделась. Уважением, Людмила Александровна. А вот еще какое имя ему? Неистовый Валерий. С Новым годом, уважаемый Игнатий. Очень понятно, вы ответили на мой вопрос о сыне блудницы. Но вот другой, вы меня простите, просто больше ни у кого спросить. Кругом одни дилетанты. 144 тысячи избранных у Иоанна Богослова. Ну непонятно, кто он спрашивает. Но когда спросил 144 тысячи, я уже знаю, так называемые свидетели Иеговы. Я их называю лжесвидетеля от имени Иегова. Пытается. А это вот мы пытаемся, я говорю, рассматриваем карту и ехать. Видите, это шофера стоят, смотрят, приезжал тут Лев Николаевич, не Толстой, правда, Пальгуев. Виктор Андреевич, это я с лупой стою. Батюшка подошел. Да. Ответ. А мне пришло сообщение, что вы давно умерли. Кому верить? И что головой ваши дети в футбол играют? А то я ему отвечаю. Только без обид. А один там начал говорить. Вот. Но я маленько тут поиронизировал. Мавлы Десафо. Будьте благословены в своем труде, батюшка. Успехов вам и новых достижений. Пусть рука Господня всегда пребудет с вами. И Дух Святой освящает и направляет ваши стези. Ага. Вот я маленько только показать. Вот. Что тут такое? А где там мы? Это мы в Тобольске. Вот Володя снимает, Пащенко. И вот Сергей Пупков. Вот мы сфотографировались. Так. Светлана Пиксина. Игнатий, спасибо огромное за такие божественные истории. Читаешь и удивляешься. Храни вас Бог. Вот. Дальше. Вера Грекова. Спасибо за все, что вы ставите меня в известность о вашей жизни. Она так отличается от нашей. Я очень много узнаю. И мне интересно. Спасибо вас большое. Вот видишь как. Дальше. Ангелина. Ангелина Лемайкина. Спасибо за стихи. Очень хорошие. Другой там не говорит никакие стихи. Другой говорит хорошие. Ну как сказать, хорошие или плохие. Ну допустим, я каждый вечер выставляю два свои стихотворения. Вот. Стихотворение тут. Кто у нас тут лучше всего считает с выражением? Да, наверное, ты прочитаешь. Вот такое. Вот. Стихотворение. Вот я вот читаю. Покажу сейчас. Вот оно. Бесследно ли исчезнут лепестки? То есть я читаю, а внизу стихотворение открыто. Вот оно где. Прочитать. Это вот эпиграф такой взятый. Вот это вот. Видите, какой эпиграф взятый. Ну и что здесь? Считай. Бесследно ли исчезнут лепестки? Душистая роза на навозной куче. Вода, пролитая на знойные пески. Не возвратится ли очищенная из тучи? Так смех и слезы, радость и страдания облагораживают или обозляют, пленяют нас, обкладывая данью, дорогу горную калмыцкими узлами. Но запах благовония и вони, коснувшихся распахнутых назрей, напомнит о тюрьме, о бывшей воле, ослепнуть можешь или же прозреть. Вода крещения, о где она теперь? Ушла и испарилась ли бесследно? Но в судный день она откроет дверь и станет шпаклей или Христа наследник. Известия, картинки чьей-то жизни меня подталкивают, пробуждая совесть. Гримаса, раскаяние вдруг брызнет и слезы драгоценнейшие гости. Мы, уходящие, небывшими зовемся, при жизни неизвестной и ближним, и память наших дел сотрется вовсе, иной червяк засох на полке книжной. Так неужели наши мысли дело развеется бесследно навсегда? Хотя бы мы так иногда хотели, но след идущим пылью оседать. Восхвалим будущее тех, кто не молчал, провозглашал Христово благовестие, им ризу часто с царского плеча в знак благодарности спасенные повесят. Ни атом, ни молекула не сгинут, отобразятся в ком-то, но когда и как? Забвение не истлеет эти спины, на коих крест, как и иеговы, знак. Когда? 30 июля 2004 года. Это Вапутов сказал, вот, сегодня я каждый вечер выставляю два стихотворения. Вот только сейчас ткнул маленько, а я что убрал? А убрал я этот, ген у меня, вот он, убрал видеоканал свой, ткнул мне туда, вот он, видеоканал. Видишь, как, вот что-то, кто-то пришел, вот видите, цифра 1. какой день у нас, вот я отвечаю сегодня, я ткнул его, кто здесь, Юлия Долобнева, комментирует ваше видео, я еще не видел, только сейчас она вышла, это новье, вот сейчас я открываю, где она и что, ну, это надо, чтобы не мешало, это я с новым человеком познакомились, сегодня он сообщил, мои книги получил. И психологию, и вот, разные, а вы не читали Климова? Климова? Да. Читал, конечно. А он, когда там потомство, всех которых подряд уничтожают, чтобы вырезать корень этот, я знаю. Так вот, интересно, я когда благовествую, иду по домам, и бабушка другая лежит, баба, что ты лежишь, день жаркий, да я не домогаю, а где дети? Дочка вышла замуж, уехала, сын повесился, запился. Так что ж ты лежишь? А ты знаешь, где наш президент? А где он? Я говорю, в Японии полетел. Надо, чтобы иного покушения не было, как на царя Николая в Японии-то. Давай молиться. Ты знаешь, кто у вас представитель сельсовета? Знаешь, ты знаешь, что война перед дверями уже стоит. Ну, что ж ты лежишь-то? Ну, а когда соберутся, эти бабки-то все-то, дом культуры, клуба-то. Ну, я им немножко про это скажу. нельзя так. Прямо поддаетесь, ложитесь. Ну, разве это можно? Я говорю, я не болею. Как не болеют? Я говорю, еще ни одной таблетки не съел. А почему? Потому что я хороший врач. Хотите, я вас научу, как лечить себя? Как? Не, буква не, не пей, не кури, не злись, не завидуй, не ревнуй. Понимаешь? У тебя получится. Ну, бабки мои маленькие ободряются. Я люблю математику и говорю, есть пять Б, глухонемые вот так показывают, по старобречнице, это буква Б, без которых никто не спасется. Никто. Первое Б, загибайте. Бог, Библия, благословение, благовестие, будущее. Вот это ты будешь знать, считай, что у тебя все с тобой будет. Да, я согласен, согласен. Вот пять Б, без которых человеку нельзя спастись. Я много судился, когда меня... Наоборот, выключается, выключается. Вот она здесь взяла, как называется, комментарий. Что-то не открывается. Юля Долбнева. Вот, вот, пошло, пошло. Нет еще маленько. Я не помню, что он так работает интернет у меня. Сегодня совсем плохо. Открыть не может. Ну, 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 нету, нету. Что сказать? Не дает загрузка. Ну, ладно. Не дает, да не дает. Теперь я его вытащу сюда. Что-то тут внутри-то написано, наверное. Плюсик. Еще нет. Комментирует. Плюс один поставила. Я не вижу даже, что там у меня есть. Да просто плюс один и все. А? Плюс и все. Больше ничего нету. Что нет? И она плюс поставила три минуты назад, что ли? Девять. Ага, девять минут. Вот новенький человек. Ну, новенький, как это имеется? Так Юля Долбня, а то еще Долбнева есть. Надо не ошибиться. Видишь, как вот, что у нас сегодня утром-то? Вот. Брат приехал у нас, Михаил, вот, это, из Тимиртау. На какой? Кемеровской? Кемеровской области. Кемеровской области. Он здесь обратился, принял крещение, приезжает вот сюда причащаться. Ну, сегодня, вчера он готовился, сегодня там каноны тут считает, готовится к окрещению, это предпричастие молитвы надо высчитывать, канон там Богородицы, Христу, покаянный канон, ангелу-хранителю, ну, что может-то. Ну, побыли, дальше литургия. Какой день прошел? Литургию мы записали, я ее выставлю в первую очередь сюда. Как он причащается, увидите. Ну, потом собрание выходит, детишек маленько сняли. После собрания тут сразу обедают, поют, и занятие начинается. Я их выставлю в течение примерно двух дней. Потому что, дай-ка вот, это, диск, перепутанный, который. Жесткий. За неделю я приготовил, у меня вот, за неделю в среднем, что получается, я сейчас скажу. Вот, вот смотри, а то у меня, какой, 28-й, 28-я неделя, 26 гигабайт, 36 файлов. Вот все. Ну, вот так или не так, примерно. Это за неделю столько накопилось материалу. Вот, вот на этом диске отвезли тут к администратору в другом месте, у ней лучше. Она их загоняет, под гамок ставит, а я потом снимаю. Видите, как у нас все это получается. Ну, сейчас посмотрю, что еще. Ну, это вот, куда переносим. Мой мир. Вот он, как выглядит, мой мир. Вот, если я сейчас покажу, какие у нас ресурсы есть. Это вот, мы посмотрели, уже ответил, я можно закрыть. Ага, здесь мы читаем. Здесь, что во свете Библии, вы это увидели. Вот, какой наш день. Так, что у нас тут еще хотели показать? А, вот он где, сайт. Что я людям рассылаю на каждый раз. Вот смотрите. Ко мне, кто зайдет, я им рассылаю. Вот данные отобрази. Наш сайт, вот он, как называется. Кисти не один народ друг. Мой мир. В моем мире у меня 18 380 фотографий. Вот, аудиоархив. Это все в интернете. Новый сайт. Вот он какой. Ну, просто увидите, наберете. Запишите новый сайт Игнатия Лапкина, может, ВКонтакте. И вот так, это два. Две страницы ВКонтакте. И форум. На нем 1587. Каждая тема огромная, огромная. Вот оно где. И вот оно, новое сообщение. Вот сюда такое набрать, толкнуть, и ты сразу на самое последнее сообщение. Наш видеоканал. Вот он. Около 4000 наших видеороликов. Видите, сколько каждый, кто выходит на меня, в друзья просится, я им вот это все ссылаю. Так, как будто бы у нас и все. Никаких событий других не было. Тут нас бомбардирует со всех сторон и недоброжелатель. А, с нас, как говорится, как с гуся вода. Нам это, мы знаем, что хорошо. Пришли, друзья, мы радуемся и все. А кому, какое дело. Живите, за собой смотрите. За нами смотреть не надо. За нами, кому надо, те посмотрели уже. Эти люди, которые делают, они ничего не имеют. У них показать не могут, даже свои имена прячут. Какие-то вместо фотографий то машина, то какой-то образ, то зверюшку поставят, котенка. Я открыто все это даю. Кому-то, может, это поможет на помощь. Что, пришел, скорее, день проходит как, полез на чердак вот кверху, там голуби. Надо им семечек дать ради воскресенья. Это деликатес. Покормил, здесь у меня воробьев. Я, наверное, сотню уж насчитал. Сколько воробьев. Всех надо накормить ради воскресенья. Два раза подсыпаю. Жуланы. Жуланы совсем мало стали семечки брать. Я весь вкус обвешал мясом на высоте. И собаки вокруг приходят достать. Так, коты залезут и на ветке грызут мясо. Видите, как интересно. Приезжают гости. Благодарим Бога. Времени, прям, нисколько нет. Вы ушли, а я туда-сюда. А тут у меня голуби. Сейчас легли спать. Вот, покажи, голубятня моя. Это в комнате. Эксперимент веду. Болели породистые голуби, они погибли. А я теперь беспородных посадил сюда и посмотреть, как на них влиять. Никак. Они закаленные, им даже нужды нет. Теперь я их держу дольше и машут они крыльями. Не победит ли это как-то тот вирус, чтобы другие можно было положить. Ну и все на это. Сегодня у нас... А, еще маленько поглядеть надо на этот-то, засчитать. Подожди-ка. Вот так. Нина Гурьянова, Бичель. Гнатий Тихонович, здравствуйте. Я знакома с вашей сестрой Девдокией Тихоновной. Учила по математике Данила и Марка. Это ее дочерь, мои племянники. Я знакома со многими вашими книгами. Они помогают мне в моем духовном развитии. Я узнала, что мой одноклассник, с которым мы были когда-то дружны и долгие годы не виделись, вышел из православия и пришел к свидетелям Иегова. Посоветуйте, как мне с ним общаться. Я обещаю. Ответ. Никак не общаться и не здороваться. Там бездна адская. У меня нет религии, а есть святая православная вера. И при Снадиве Марии я обмолюсь каждый день и каждую ночь. Да. Ну тут в своем журнале о мне говорит. Вот надо посмотреть, что он там обо мне говорит. Я не знаю. В храме. Ну подожди, а то можно узнать как-то или нет? Если я вот... А, да кого? Копировать-то и не надо. Готово уже. Надо видеть. А то Сергей это председатель журналистов Алтайского края. Ну сейчас тогда. Вот видите, сейчас мы посмотрим. А что он говорит? Сейчас скажу. А ну-ка, прочитай. Великое путешествие Игнатия Лапкина. Смотри что. Ну-ка, читай. Известный на Алтае в России христианский проповедник Игнатий Лапкин в первых числах октября закончил беспримерное миссионерское путешествие по России, в ходе которого он побывал в 250 городах и раздал несколько тонн своих книг. В 38 томах, изданных под общим названием «Открытым оком», статьи о Лапкине, его выступления, интервью, стихи, а также ответы на несколько тысяч вопросов, поступивших Лапкину на лекциях, которые он почти 20 лет читал в АГТУ и в тюрьмах. Алтайский государственный технический университет. Да. Так 73-летний Игнатий Лапкин отметил 50-летие своего поворота ко Христу, случившегося 27 сентября 1962 года. Ну, какую взяли фотографию. Где это я нахожусь, даже не знаю. Они там сфотографировали. Дальше. Книги. То, что есть в этих книгах, ни в одних других книгах нет. Это ответы на самые злободневные вопросы. Причем ответы даются без приглядки. Понравится это, например, Путину или нет. Ответы даны в пророческом духе по Библии. Остальное меня не касается. Отравят ли меня? Снесут ли голову? Это запредельно далекие мысли от меня. Я обязан возвестить волю Божью. И в этих 38 книгах предельно ясно все высказано. Нужно любить Бога. Христа, умершего за нас. И Слово Божие Библию. Цель наша была проповедь устами и книгами. Я 50-летний опыт вложил в эти книги. 8-летний вылезал из-за компьютера. Больше 30 тысяч часов провел за компьютером. В 2001 году 21 октября мне показали как компьютер в розетку включать. И Галя Загуляева показала как запятую превратить точку. И Бог так сделал, что программист высокого класса поселился на втором этаже, а я на первом живу. На этаже я имею ввод и вот. Вот я склюсь здесь, а он вот здесь, на нарах, на палатах. Я первого человека видел, который всеми десятью пальцами отпечатал и по-русски, и по-английски. А в 2002 году я уже первую книгу издал. И вот уже 38 книг. Люди говорят, это невозможно. Какие книги? 64 страницы цветных фото в каждой книге. Я даю то, что есть. Это 50-летний труд, который у меня начался 27 сентября 1962 года. Я бы таким не был, если бы не тот день встречи мои со Христом. Это подробно написано в книге для слова Божия нет уз. У тебя есть. Иногда спрашивают, а вы уверены, что то, что вы говорите, истина в последней инстанции? А зачем мне вас убеждать? Вы откройте любую мою книгу в любом месте. В книгах я отвечаю на 4124 вопроса. Это политика, экономика, работа, музыка, социология, литература, дети, воспитание, страна, будущее, духовный мир, 55 тем, которые я освещаю. В каждой книге у меня примерно 3000 выдержек из Библии, в каждом из 30 томов. Отдельно трехтомник Нового Завета, до 2000 лет такой книги не было. А можно создать? Нельзя создать. Полное толкование Нового Завета по Святым Отцам, всех, какие только были. Сопровержением самых современных сектантских толкований, с откровением Иоанна Богослова. Мало того, я выделил отдельные места, где блаженный Феофилакт говорит о проповеди, о необходимости изучения Слова Божия, и на это дал 297 комментариев. Эти книги изданы как подарочные. Всего 2000 экземпляров. Впервые иллюстрировано. Гестав Даре лучший иллюстратор. Мы сами раскрасили 240 иллюстраций. Два года шла работа. Закладками все сшито. Места, которые надо было особо высветить, все сшиты. И на них даются комментарии. Они основаны на 300 книгах православия, на святых отцах. С комментариями никто никогда не выпускал Новый Завет. Я употребляю 719 канонов церковных, на которых зиждется православие. Это 7 вселенских и 9 поместных соборов. Здесь жития святых употребляет 1173 жития. Биографии такого никому никогда не создать. Я отвечаю не создать. А почему так думать? Это жизнь. Понимаете, я называю сколько книг и чего и глубокая должна быть вера, самоотдача. Не создать. Просто не создать. У меня соответствует где я родился, как жил, где обратился, дальше что пережил в жизни. Ну это нельзя. Архипелаг ГУЛАГ кроме Солженистана никому не написать. Это надо было самому там быть. Мои книги не уникальны. Они единственные в мире. Таких просто нет. Люди тянутся к ним. Священники дали книги в библиотеке. Никто не берет. А мы не только читают, а воруют. 26 том воруют, где собраны, что сказали на разные темы 300 поэтов за 300 лет. Например, какое участие поэты приняли в подготовке к революции. Без Евгения Евтушенко я бы этого не одолел. У него было 20 тысяч файлов. Путин, Медведев, Патриарх Кирилл и примерно 130 священников получили в подарок по 3 книги Нового Завета с комментариями и для Слова Божия нет уз. Видите, что он написал? А я ему отвечал, он брал интервью и он все как есть был. В моих книгах сплошной экстремизм. Когда в Барнауле было собрание об экстремизме, я вышел с Библии в руках, поднял ее и говорю, я экстремист, а кто не экстремист, это просто блевотина. Господь говорит, если бы ты был холоден или горяч, но как тепл, я извергну тебя из уст моих. 3.18 Откровения. Но передо мной выступил Виталий Сорокин, профессор Юрфака. Он сказал, не экстремистом верующим не может быть. Экстремизм это доведение любого дела до совершенства. Они не знают значения слов. Коммунизм, фашизм это одно и то же слово, только в разных переводах. Фашио связка, пучок единое, коммен общее, национал фашизм, национал коммунизм. Вот что опасно. У меня вышло 38 книг, а я понял, что надо дать их людям. А как дать? Почту не пошлешь. Было принято решение приобрести машину Газель. Должна быть команда, должен быть шофер, знание России. Собака, с нами была собака. Проехала с нами маме по всей стране. Мы благодаря ей спали спокойно. По 18-19 часов гнали машину. Останавливались в намеченных городах. На Дальнем Востоке мы побывали во Владивостоке, Находке, Благовещенске, вплотную границу с Китаем. За 13 дней 6 тысяч километров шли горами, серпантинами. 133 километра в день шли двумя водителями. Вот это путинская дорога. Там горы сдвигают. Такие проходы рубят, такая техника. Какие мосты. И точно так я прорубаюсь через эти дебри. У нас опыта не было сначала, теперь его много. Как ночевать, где скрываться, где во время смыться, как не попаться, какие места заезжать, что с собой взять, как ремонтировать. 13 тысяч километров прошли, как два раза за неделю в Москву и обратно съездили. Это даже вообразить нельзя. Ночь, туман, опрокинутые машины, что-то горит. Через этот туман мы едва пробрались. Это у нас 11-я поездка. Если Господь благословит, будет 12-я. До этого мы пешком прошли 56 сел Алтайского края, в каждый дом занося Евангелие. 56 сел мы заквасили Словом Божиим. Мне говорят, зачем вам это надо? Я этого вопроса даже не понимаю. Люди принимают по-разному, а провожают одинаково. Я прихожу для них незваный и нежданный. В библиотеке бывают до 10 сотрудников. Вот прихожу в областную библиотеку, даю паспорт. То есть полно, вот как вот есть, смотрите, как много, ну понятно, вы просто зарядите это, то есть считать много где есть. Вот все на этом сегодня. Еще чуть-чуть я сейчас сдвину. Хотя бы вот это прочитать, вот Татьяна, что тут. Татьяна Лукашенкова. Скажите, скажите, пожалуйста, вот у меня подруга ходит в церковь Христа, они молятся только Ему и просят у Него милости. Как по-вашему, это правильно или заблуждение? И что надо всем святым молиться, Богородице? Ответ Игла. Данных о вашей подруге слишком мало, чтобы дать точный ответ. Есть секта, церковь Христа. Хотя, ко Христу иметь ли дело? Молиться Богородице и святым это не ставится в обязанность, но и не отрицать. Вот мы находки были, находка, порт. Только говорили и в другом месте, видишь, там наши где-то в литературе, а вот здесь как. Это мы стоим, порт, находка. Вот, видишь, как стихи до слез стремнули стихи. Все на этом на сегодня. Слава Христу! Прекрасный был воскресный день, все у нас в порядке. Ничего не потеряли. Батюшка едет в Потеряевку сейчас. Брат Михаил уезжает к себе домой провожаем. Сейчас наши братья кто-то приедут, повезут на машине. Вот так мы живем. Тихо и мирно в нашем собрании. Царствует здесь Христос. Богу слава! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова